фейсбук его часть я включил фейсбук на странице в экран у нас там 130 тысяч подписчиков и 15 тысяч в ютюбе и вот в 4000 почти почти в телеграме поэтому давайте активнее мы хотим распространить знания о всевышнем и особенно мудрость царя соломона чтобы все люди знали что все стали мудрыми что все стали двигаться по путям всевышнего и тогда в мире будет мир все будут довольны и счастливы и радостные будет просто у нас шалом и благоденствие сегодня четвертая глава четвертая глава и в этот раз мы в этот месяц в сентябре попробуем учиться вот так что мы будем изучать сначала вот прям с первого отрывка и сколько успеем столько будем изучать каждую главу потом второй цикл в октябре мы будем изучать наверное седьмого отрывка и под сколько будем успевать а потом с пятнадцатого например да и таким образом за три месяца мы будем за три может за четыре месяца мы будем успевать пройти все отрывки итак первый отрывок 1 3 в 4 главе он звучит так звучит он так значит слушайте сыновья наставления отца шиму по ним мусар а в акшиву леда от бина и слушайте опять же ли чтобы познать причинно-следственной связи и логику значит что получается смотрите слушайте но разным написано языком до первый раз написано шиму лишь моа а второй акшиву это прислушайтесь да то есть это разная степень а вот просто как в английском если сын есть хир это два разных слова для обозначения слушать я все время их путаю вот просто слышать речь это хир а лисын это прислушиваться вот так же вы видите шиму бадим слушайте сыновья это услышьте наставление отца уж услышьте и поймите как шма и сраэль да сегодня день рождения большим товар альтера рэбэ напоминает максим перенчук и значит благодаря этим двум величайшим личностям есть тогда несколько слов скажу про их день рождения сегодня 18 илуля осталось 12 дней дорожа шаны и сегодня весь хасидский мир скажем так да хасидский мир празднует еврейско-хасидский то есть евреев есть разные направления чуть-чуть в служении всевышнему и весь еврейско еврейский мир который с уклоном хасидизм они празднуют этот два дня рождения большим тов он жил в 1700 где-то первом году он родился плюс минус ну 1700 какой-то год и в этот день он родился в этот же день через не помню сколько 20 25 лет к нему пришел его учителя был пророк ахи ашелани который к нему пришел то есть он дошел до такого духовного уровня большим там что ему пришел душа пришла ахи ашелани был такой пророк и он начал его обучать тем тайнам которые из видно оттуда потом большим тов через какое-то время в этот же день он начал сам обучать людей он сказал что тоже это было 18 луля что теперь я могу уже обучать людей внутренней вот этой вот скрытой тайной части торы которая называется каббала только он назвал хасидуд это служение с сердцем то есть с воодушевлением статьи и он значит большим тов начал обучать вот этому хасиду туда хасидизму на русский правильный сказать он начал обучать хасидизму у него было примерно 60 учеников все они стали с помощью большим того чудотворцами они могли делать чудеса и они разъехались потом по украине по белоруссии и значит где-то уже к 1750 году очень много у них было последователей учеников и возникло несколько разных хасидских направлений и одно из этих направлений возглавил человек по имени раф шло мазальман из ляд из города ляда он был и вошел он в историю как альтер эребе у него тоже был день рождения в этот же день 18 луля и альтер эребе основал движение школу такую да он был ученика ученика большинтова магида из межилич и он организовал направление которое называется хаббат хаббат это хахма мудрость божественная бина лодика и да от познания сокращенно хаббат хаси хасида которые хаббат и он заставил книгу которая называется тания которой он но объяснил полностью устройство души служения и так далее то есть это это прям такое учебное пособие которое уже после него было семь поколений и седьмой рэбе любая части это был последний любая части рэбе минахи медл шнерсон который похоронен в квинсе в америки и который он просто сделал революцию в еврейском мире и вот мы сейчас ждем машиаха вот это вот как бы связь сегодняшнего дня с днем рождения большинтова и и балятания надеюсь что вы запомнили все же рассказал хорошо а мы возвращаемся к царю соломону который нам говорит шимубаним мусар аф слушайте сыновья слушайте и понимаете сыновья наставление отца и окшиву это прислушайтесь то есть ли окшив это это более активное действие в котором уже участвуют я не просто слышу вот смотри если человек например слышит далеко какую-то песню и он начинает ли окшив он начинает активно к ней прислушиваться и он то слышит потом ветер унес не слышит слышит не слышит слышит не слышит не слышит и он тогда вот там где он не И слышит, он дополняет своим интеллектом, дополняет то, что он слышит. Получается, что вторая форма слышать, она более активная. Теперь кто такие сыновья? Пишет нам царь Саамон, служайте сыновья наставления отца. Кто такой отец и кто такие сыновья? Три есть здесь объяснения, три мнения. Первое мнение Раши. Раши это был великий комментатор, он жил тысячу лет назад. Он говорит, Аф, отец, о котором говорит царь Саамон, это Бог. Он же отец всего мироздания, он создатель. То есть отец это не только тот, кто родил. Отец это тот, кто создал. То есть он отец для всего мироздания, все мироздание от него. Значит это говорит нам царь Саамон, слушайте сыновья наставления божественного отца, Бога, который на небе. Говорит Малбим. Нет, говорит, царь Саамон здесь имеет в виду своего отца, конкретного отца царя Давида. Он был сын царя Давида. И дальше в третьем отрывке есть доказательства на вот эту версию Малбима. Значит царь Саамон говорит, я учился у отца. Когда умер царь Давид, царю Соломону было 12 лет всего. Было ему всего 12 лет и он успел до 12 лет от папы очень много выучить то, что называется наставление. Мусар, отец царь Давид его учил самым главным вещам, которые постиг за свою жизнь сам. Поэтому имеется в виду, слушайте сыновья наставления отца царя Давида. Третьи комментаторы говорят нет. Здесь имеется в виду, он же к нам говорит, а сегодня мы не на таком уровне, чтобы услышать прям Бога или услышать царя Давида. Он говорит, отец это раввин. Иди к раввину, в каждом поколении есть раввины, которые знают Тору, то есть они всю Тору знают. И имеется в виду, а в отец это сделай себя как лявдель, чтобы разделить. Ну вот у католиков, по-моему, или у кого-то, они называют своих наставников духовных, они их называют святой отец, падре. Да, они его называют падре, святой отец. И вот здесь третье объяснение, оно близко вот к этому смыслу, что у тебя должен быть вот этот отец, который духовный, через которого ты принимаешь Тору. Вот три таких объяснения. Вы акшивули даат бина и прислушаетесь для того, чтобы познать причинно-следственной связи логику. И тут мы тогда понимаем, почему используется глагол прислушайтесь. Потому что вот этот вот даат, то, что человек постигает, он состоит из его причинно-следственных связей. То есть на 99,9% то, что человек воспринимает, это его производство. И только там на 0,1% это внешний сигнал. И он говорит, прислушайтесь, научитесь слушать, как ваш ум создает модель мира. То есть станьте осознанными современным языком. А к шиву ли даат бина прислушайтесь, как вы воспринимаете мир и как вы создаете эту модель мира через причинно-следственные связи. Это как раз на современном языке станьте осознанными. Осознайте, как работает ваш ум, как работает ваша вот эта вот машинка, которая создает для вас ваш мир. Значит, хорошо, идем дальше. Второй отрывок. Вот здесь как раз больше подходит, если первый отрывок идет про Бога, тогда этот отрывок отлично все объясняет. Значит, потому что Тора Ти, Тора Моя, она Тора Бога. Бог дал Тору это учение. И когда мы учим Тору, мы через Тору можем только соединиться с Богом. Теперь, если вы скажете, что нет, это царя Давида, тоже можно понять. Потому что царь Давид, он постигал Тору через, вот сейчас есть псалом, который мы читаем, я прямо самый мой любимый псалом. И он говорит, И царь Давид, которого в детстве выгнали из дома, это такой вот факт в его биографии. Он был на дальних полях пастушком, и там он жил один, и с волком он дрался, и с львом он дрался, и все время он на природе постигал волю Всевышнего. Потом он воевал, потом его хотели убить, потом его и так далее. То есть царь Давид, он постиг Всевышнего, проходя все время, как он говорил, даже если буду идти долиной смерти, ло и ра-ра, не случится со мной зла, ки а та и мади, ты со мной. То есть у царя Давида было постижение Всевышнего, это как путь воина такой, да? То есть он все время на грани смерти, на самопожертвовании, на таких, прямо он экстремист был духовный такой, да? Теперь можно так сказать тогда, если это от царя Давида, телека, кто в доброе учение дал я вам, Тору мою, не оставляйте ее. То есть царь Давид говорит, есть, у каждого из нас есть как своя Тора, свой удел в Торе, надел в Торе, удел в Торе, своя деляночка такая, да? И каждый воспринимает Тору по-своему. Вот Давид Кост из солнечного города Сан-Рема, у него другая там Тора в Сан-Рема. Вокруг итальянцы, сыры, виноград, вино, кошерное итальянское, наверное, да? И он там сидит, у него Тора одна, Тора благодарности ко Всевышнему. А кто-то сейчас сидит где-нибудь там на Колыме, да? Не дай бог, люди, которые, есть люди, которые в тюрьме, они вдруг осознали, что жили неправильно. И обращаются к Всевышнему, и Всевышний им помогает. И у него Тора другая, то есть там совершенно есть разные. Но в любом случае, Тора, она внутри добрая. И учение доброе дал я вам Торати, Тору мою, Альта Азову, не оставляйте ее. И если идти по третьему объяснению, что Ав это отец, это святой отец, да? Нужно понимать, что у каждого учителя, у каждого преподавателя, у каждого интерпретатора Торы есть его личная, как бы, 70 лиц у Торы. Есть, там была школа Елеля и школа Шамая, они все время спорили, у них были разные взгляды. Шамая и Елель, они были, ну вот они по-разному. В конце концов раздался небесный голос и говорит, и это, и это слова Бога Живого. То есть это истина, и тот говорит, и тот, но они смотрят на разные грани. Но закон в этом мире, в мире, в котором мы живем, идет как Бейд-Елель, как по учению школы Елеля. И большая часть законов она нашла по школе Елеля. Хотя было несколько законов, которые, закон установлен был по школе Шамая. Значит, но главное здесь не оставляйте. Теперь третий отрывок, четвертой главы. Третий отрывок, он однозначно нам говорит, что царь Саламон, он говорил о Торе Папаево. Хотя Тора Папаево, это Тора Бога, тут тоже никакого нет отличия. И Тора Папаево, это Тора его Учителя. Царь Давид был его и отец, и учитель, и Раф. Но был у царя Саламона другой еще учитель, который Шиме Бандера был его учитель, который, ну, то есть у него было несколько учителей у царя Саламона, не только Бог, не только отец. Значит, третий отрывок, говорит царь Саламон так в третьем отрывке. Тебе наити ляви, сын был я у отца моего, Рах нежный. То есть, когда царь Саламон, он стал царем, когда умер его отец царь Давид, ему было всего лишь 12 лет. 12 лет ему было всего лишь. И, значит, когда ему было 12 лет, он стал уже царем, отца уже не было. Это возраст нежный. И он говорит, что я был в нежном возрасте, и отец мне хотел только добра. Он мне передавал самые-самые важные вещи. Вэйя Хитлев Нейми, был я единственный у мамы моей, у Батшева он был единственный сын. У царя Давида было шесть жен, и у этих шести жен было, не помню сколько, но много сыновей. Было у него очень много сыновей, достаточно много, не так, чтобы много-много. Ну, было у него не меньше десяти сыновей было у царя Давида. И, значит, а у мамы царя Соломона Батшевы он был единственным. Первый сын, который у них должен был родиться, он родился и через семь дней умер. Это отдельная история, одна из моих любимых в Торе, как царь Давид попросил у Бога испытания, и Бог ему показал испытания, как у праотцов. Царь Давид спросил, а почему называется Бог Авраама, Бог Ицкака и Бог Якова, и не называется Бог Давида. И потому что, говорит Бог, их я испытывал, а тебя нет. Царь Давид говорит, испытай меня. И у него начинается история с Батшевой. И там такая история была, что вообще он попал в такую сложную ситуацию, в которую до этого в жизни никогда не попадал. То есть, куда ты не пойдешь плохо, а он хотел действовать только по воле Всевышнего. Вот когда вдруг ты попадаешь в ситуацию, знаете, как в шахматах есть ситуация, когда тебе некуда просто ходить. Это не мат, то есть, на тебя как не напали, но и ходить тебе некуда. Пат, по-моему, она называется. Патовая ситуация. Так вот, он попал вот конкретно в патовую ситуацию, куда не пойду, везде плохо. И сын, который у них родился, потом умер, потому что царь Давид не прошел это испытание. И, значит, он, ну, в какой-то ситуации он свернул не туда. Получается, что нам здесь, зачем царь Соломон вспомнил эту историю, что единственный сын я у моей матери и нежный был сыном отца моего. Значит, видела я такое объяснение. До этого были все главы, которые дали нам вводную часть. Я вот смотрю, что кто-то может там заскучать. Он говорит, нет, секундочку. Я вот эти сейчас послушал уроти Ицхака. Некошерное есть нельзя. Спать с кем попало нельзя. Лошонара, сплетни, злоязычие говорить нельзя. Значит, воровать нельзя. Все это нельзя. И как бы все понятно, что нельзя. Потому что если делаешь, будет плохо. А что же я делать в жизни буду? И многие не хотят слушать уроти Тора. Они говорят, нет. Она лишит меня привычного способа жизни, в котором я сам себе хозяин. Делаю, что хочу. Ем, что хочу. Сплю с кем хочу. Вообще делаю, что хочу. Я эгоист. Хочу и буду. Вот я буду идти. Зачем мне царь Соломон есть Лобковский? Я буду по Лобковскому идти. Значит, хочу и буду. Вот человек дал мне понятно. Вот Мишли книга, да? Притчи там. Ну, царь Соломон написал. Ну, там, комментариев тысячи на нее, да? Ну, это книга, которую уже три тысячи лет ее изучают, читают. Ну, наоборот, это не современное. Лобковский современное, да? Скажет какой-нибудь человек. И будет делать то, что он хочет. И тут царь Соломон, он именно таким, он говорит. Ну, послушайте. Я был... Подумайте сами. Мой папа мне хотел добра, царь Давид. Хотел. Моя мама хотела мне добра. Хотела. Я вам хочу добра. У меня все в жизни было. Семьсот Джон. Я построил первый храм. Все у меня есть. Я хочу вам только добро передать, да? Поэтому, послушайте. То, что... То, что нужно будет заплатить за это добро, да? То, что нужно будет заплатить, преодолевая свое внутреннее вот это эго. И свой внутренний эгоизм. И свои внутренние желания. И соединиться со Всевышним, выполняя его желания. Так это отлично. Это ты получишь в миллиард раз больше, чем удовольствие, которое ты получишь, делая то, что ты хочешь. А потом ты и захочешь. То есть ты захоти служить Всевышнему, соединиться со Всевышним. И делай все тогда с радостью. Представляете? Значит, четвертый отрывок. Он продолжает. И говорит. Вайорене. Вайомерли. И учил он меня. И говорил мне. Значит, он сейчас передает, что он получил от папы. Значит. Итмок дворай лебеха. Будет поддерживать сердце твое. Те слова, которые ты учишь. Шмор митсватай в эхе. Сохраняй заповеди и живи. Значит, сердце это мышление. Ему папа говорит. Сынок. Вот смотри. Вот ты сейчас учишь Тору. Вот ты изучаешь Тору. В Торе написано. Возлюби ближнего, как себя. Например. Вот ты это прочитал. Вот ты это понял. Вот ты это осознал. И ты даже на уроке понял, что тебе выгоднее. Потому что если ты наполнен любовью и к себе, и к ближнему, то тогда тебе хорошо. То есть, любовь это то, что тебе хорошо. Она соединяет. Она освещает, утепляет. Тебе хорошо. Тому, кто любит. Это, я такую фразу слышал, очень подходит сюда. Значит, что для отношений нужны двое. А чтобы любить, нужен один. То есть, любовь это мое решение в сердце. Или я люблю, или я не люблю. Отношения это уже один сказал, второй ответил, тот сделал, не сделал. Ты все время ждешь. То есть, идет какой-то замер поведения друг друга. Но любовь в сердце, это только твое. Ты можешь наполниться любовью, можешь наполниться нелюбовью. Для любви нужен один. А для отношений нужны двое. Теперь, когда ты слышишь эту заповедь и понимаешь ее, То это не значит, что эта заповедь, она тебя, вот, как сказать, Что она в нужный момент будет у тебя перед глазами. Ты закрываешь книгу Торы, закрываешь урок, закончился урок, И ты выходишь на улицу. И у тебя начинается, позвонили, написали, инстаграм, который час. И у тебя твой интеллект, он переключается в зависимости от стимула, В зависимости от запросов. Он переключается на разные каналы, начинает мелькать. А дальше включается естественный механизм. И будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Включается ассоциативная, вот эта вот интеллектуальная обезьяна, Которая прыгает везде, интеллект человека прыгает с ветки на ветку. И ты не можешь ее остановить. Говорит царь Давид своему сыну, царю Соломону, и нам всем. Говорит он следующую вещь. Да удержит сердце твое слова мои, удерживая их. То есть это усилие, умение удержать свое внимание на словах Торы, Умение удержать свое внимание на той мудрости, которую мы получаем, Это первый был совет царя Давида, царю Соломону. Дальше. Храни заповеди мои и живи. Шмор митсватай вахье. Дальше у тебя все время есть выбор. Выбор, что тебе сделать. У тебя есть выбор пойти на урок Торы или послушать Лобковского. У тебя есть выбор сказать после еды благословение, Или у тебя есть выбор после еды, значит, поковыряться в зубах и включить там какой-то видосик. У тебя есть выбор идти на ту работу, в которой ты можешь учиться или не можешь учиться. У тебя есть выбор с человеком, который ты знаешь, что он злодей, аферист, Идти в какой-то бизнес или не идти. И так далее. То есть всегда есть выбор. И говорит царь Давид, царю Соломону и нам с вами. Сердце пусть держит Тору. Храни заповеди мои и живи. То есть заповеди это путь жизни. И ты через выполнение заповедей, ты как раз и каждый раз. Награда за заповедь, заповедь. Заповедь вызывает новую заповедь. То есть через действие ты как бы все время включаешь инерцию в сторону Всевышнего. И это инерция в сторону жизни. Потому что как вот недельная глава спрашивали, сейчас недельная глава не цавим. Она просто у меня не получается готовиться и туда, и туда. И получается или поверхностный урок по Мишлей и поверхностный по недельной главе, или глубокий по Мишлей, но без недельной главы. Я выбрал, что сейчас лучше идти глубокий по Мишлей, но в недельной главе не цавим. Есть сегодня как раз такие слова. Живете вы все и сегодня. То есть через Тору, через заповеди мы прикрепляемся к вечному Богу и соединяемся с Ним для вечной жизни. И последнее то, что сегодня я вам расскажу. Четвертый отрывок. Да, чтоб четыре мы прошли отрывка. Вернее, пятый отрывок. Кне хахма, кне бина, аль тишках, ва аль тет, мем рэпи. Значит, он продолжает эту же линию. Как учи Тору? Приобрети божественную мудрость. То есть приобрети аксиомы. Запомни их. То есть собирай, собирай аксиомы. Учись каждый день, недельная глава, Танах, Мишна, Аллаха, Закон и так далее. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но учи по чуть-чуть, но запоминай. Приобретай эту хахму, чтобы она стала твоей. Не так, что ты с ней ознакомился, говоришь, да прикольно там, или да не прикольно. То есть она там, ты здесь. Взял и запомни. Лучше меньше, но повторить и запомнить. Приобрел ты хахму, аксиомы. Дальше ты начинаешь кнебина, приобретать причинно-следственные связи, глубину понимания. Для того, чтобы приобрести причинно-следственные связи, нужно вспомнить притчи царя, не притчи, а перте, вот мы учили. И там написано так. Оселых арав, приобрети, сделай себе рава. То есть тот, от кого ты учишь аксиомы. Укнелых ахавер, приобрети себе друга. То же слово используется. Приобрети себе друга, с которым вместе ты будешь приобретать вот эту вот бину. Бина – это глубина причинно-следственные связи. Когда ты учишь с кем-то, обсуждаешь, говоришь, ты как это понял? Я понял так. А ты как понял? А я понял так, по-другому. Подожди секунду. А как может быть, что мы читаем одно и то же, а мы понимаем по-другому? Ты почему так понял? Я понял так, потому что раз, два, три. А ты почему понял? А я понял так, потому что раз, два, три. И через обсуждение, через вот это вот изучение в Хевруте, это называется, вдвоем с тем, так сказать, у меня пришла идея. Я попрошу Якова Шатадина, может быть, мы начнем программу или соединим слушателей Ваикра с программой, есть программа Хевруты. То есть есть люди, которые посвятили себя изучению Торы. И им платят деньги, и они сидят, учатся. Но если кто-то им звонит, давайте поучимся вместе. Он вместе с ним открывает одну и ту же книгу какую-то, или Талмуд, или Мишну, или недельную главу, и вдвоем учатся. Тогда это получается приобретение бины, приобретение логики, глубины, причинно-следственной связи. Когда ты сам учишься, тут может быть много ошибок. То есть лучше Тору брать у того, кто ее получил, у того, кто его получил и так далее. То есть у людей, которые из поколения в поколение передают Тору. Теперь и лучше изучать Тору вместе с кем-то. Тогда будет и хохма, божественная мудрость, ты ее приобрел. И бина, это глубина понимания. Альтишках, повторять это твое. То есть повторять ты должен сам. Никто не сможет повторить сто раз за тебя. Но если ты вслух повторяешь, чтобы запомнить, учишь наизусть, то ты будешь помнить. Альтишках, это чисто твоя, чисто твоя, как бы, ответственность. Значит, валь так мем рей пи. Кто хочет, кстати, кто хочет, кстати, я могу сделать для слушателей ВАИКРа. ВАИКРа, скидку, например, процентов даже могу сделать, ну, максимальная скидка, я могу сделать 50% на, на, есть онлайн тренинги Алексея Бессонова. Он в книге рекордов Диннесса шикарные тренинги по запоминанию. То есть вы можете зайти ко мне на сайт, и мы придумаем, какой-то пароль будет, например, ВАИКРа. И тот, кто с паролем ВАИКРа, может покупать его программы по запоминанию, значит, вы сможете запоминать тогда все и не забывать. 50% по коду ВАИКРа, надо только организовать, это Яков Шатадин поможет, да? Значит, приобрети божественную мудрость, приобрети бину, логику. Альтишках, не забывай это, то есть то, что ты уже выучил, надо повторять, запомнить. ВАЛЬТАТ МЕМРАПИ, и не сдвигайся от моих слов. Теперь, куда можно сдвинуться от слов Торы? Очень много вариантов. Предлагают от Лобковского, опять же, хочу и буду, до книг, которые обещают счастье, ну, такое быстрое счастье, но без исправления своих путей. Ну, говорят так, смотри, радикальное прощение, то есть, все, что плохо, на самом деле хорошо. Все, привыкни, и ты продолжаешь делать то, что ты делаешь неправильно, но ты радикально это все прощаешь. Дальше. Дальше, значит, системы, там, тот же буддизм медитации. То есть, ты, как отключаешься от своей неправильной системы ума, она продолжает работать, у тебя те же самые неправильные установки, но ты, в какие-то моменты наступает у тебя момент внутреннего такого успокоения, типа, ты спрятался, но потом ты опять выходишь и опять неправильно действуешь. Это все не путь Торы. Путь Торы – это интеграция конкретно каждого твоего действия в духовную сферу, и если твои действия, они не проходят по спецификации Всевышнего, где он сказал «это добро, это зло», то ты это понимаешь, и ты исправляешь свои пути, и каждое свое действие, которое правильное или нейтральное, делаешь заповедью, и у тебя, получается, вся твоя жизнь интегрирована в служение Всевышнему. И происходит то, что, в принципе, Всевышний и сделал, давая Тору, он сделал себе жилище в нижнем мире, в мире материальном, через нас с вами. Все, всем удачи, успехов, счастливо, чтобы был у вас прекрасный день, чтобы та Тора, которую вы выучили, сейчас напишите свои выводы, очень советую, напишите свои выводы, поделитесь выводами здесь в комментариях, чтобы с кем-то обсудить. Если вы видите, что кто-то мыслит, похоже, с вами, где-то рядом находится, можете посмотреть, кто эти люди, которые у нас на уроте. Сейчас, слава богу, 80 человек в Фейсбуке, 61 человек в Телеграме и 40 человек в Ютьюбе. Значит, 180 человек у нас на уроте, можно найти среди них тех, которые мыслят примерно как вы, и с ними вместе начать изучать Тору, повторять, дальше-дальше соединяться, это очень важно. И три вывода своих напишите, чтобы понять, а что вы для себя взяли с этого урока. Это очень важно. Что вы для себя взяли и что вы хотите теперь в своем мышлении удержать, запомнить и делать. Все, и Всевышний в заслугу того, что мы, если у нас намерение услышать его и выполнять его волю, Всевышний нам за это будет давать хорошие условия жизни, для того, чтобы мы с вами были спокойны и могли распространять Божественный Свет среди всех людей. Все, всем удачи, успехов, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и ответил на них. Значит, мы сделаем ссылочку на, будет в телеграм-канале ВАИКРА, будет ссылка с кодом специальным, да, который вы сможете использовать. Вы можете уже посмотреть на сайте моем программы Алексея Бессонова. У вас будет 50% стидка на эти программы по коду. Ну вот мы напишем в телеграм-канале, будет специальное объявление, как можно получить какие программы. Действительно, я вам скажу, что женщина там в 50 лет после курса 30-дневного может запоминать, например, 100 цифр в числе Пи после запятой. То есть у всех нас есть эти возможности, просто Алексей Бессонов, он нам дает инструменты, как это делать, как пользоваться своим мозгом в сфере запоминания. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Завтра в 10 утра с Божьей помощью продолжаем. Продолжение следует...